Кочевое утро и нулевое по всем параметрам, кроме пульсации глубины. Оставь это дело на час и отвори двери сердца. Я не готов убираться так. Оставь, чтобы принять гостя. Я брошу всю и уйду в поход, в междуречье надежды. Оставь и иди. Дело внутри тебя. После этого стихотворения можно было бы много говорить о поэзии, создать такую пространную картину. Говорят, что современные стихи существуют только в контексте, только в комментариях. Мне кажется, наоборот. Современная поэзия может существовать и вне контекста. Она может двигаться от сердца к сердцу, потому что это пространство общения. Вообще, в каком-то смысле стихи можно понимать, как встречу с другим. Не только с собой, но и с другим. Но это встреча между. Стихотворение, посвященное месяцу. Люди питались светом, и детей зачинали от радуги. А искусства мужчин в нашем смысле не было, потому что мужчины были монахи, и не порхала мысль бабочкой, а пребывала в сердце восьмым созвездием в лето воды овцы. Нужно ли есть в другие места, в другие страны? Для кого-то это абсолютно все равно. Вот он как пишет эти тексты, они так и выходят. Для меня наоборот. Встреча с чем-то другим, с новой местностью, с новым ландшафтом, с новыми людьми, оно дает какой-то и новый пейзаж, и новое внутреннее какое-то самоощущение. Я хочу сейчас прочитать несколько текстов, связанных с пребыванием в Венспилсе, в Вентаве. Это дом писателя, там есть дом переводчика. Я там прожил месяц, и вот некоторые тексты написаны там. «Лабрит, лабден, лабвакр, свейки, и полынья между домами, общины русской и латышской. Ее словами не закрыть, но улочки ведут безбедно к заснеженному побережью, и точки, точки, запятые гуляют публика, а море обозначает корабли и рай неведомой земли. Ус ветзинсанас, свейки». Церковь белых эмигрантов. Что осталось? Не осталось. Два штыка в живот буржуи близко, Родина моя, и стоят суда умола, ритуал воспоминания. По-латышски ектенья. Всегда радуюсь, когда вижу морскую даль. Вчера солнце говорилось с альдинами, а сегодня волна разбивает остатки припая, небо брызнет весенним лучом и сомкнется. На море ветрено и свободно, оно как бы открывает пространство в душе и оставляет зазор между бытием и быванием. Что такое касание к последним вещам? Без пафоса и нажима, в режиме обыденной жизни, или быть совсем запрещен, и только огонь, символы его, вроде пайки хлеба блокадного Ленинграда. А если просто больное горло, и все равно ребенка в садик везти и на работу к восьми, условный конвейер, и он же смеет думать, корабль, бесконечности последней навстречу. По касанию к последним вещам, это тема Матери Марии. Насколько это возможно в стихах? Ну, наверное, да, стихи в своей просоде уже касаются к чему-то божественному. Но не только же это. Тропа через дюны к побережью всегда пробита, даже когда метель. И вот что интересно. Не только туристы ходят, но и местные. Выйдут и смотрят вдаль. Венспилс глядит на море. Венспилс еще до революции он назывался «Винтава». Вот стихотворение «Сне Винтаве». В Винтаве я уснул и вижу, земля уходит из-под ног. И девушка, мечта Парижа, сидит напротив с чашкой снов. И туфли красными носами летят навстречу кораблю. И бренди светит огоньками на букву «Л», на букву «Ю». И я гляжу на эти звезды, вдыхаю ласковый прибой. И повторяю поздно, поздно. Все это будет не с тобой. Да, стихи писать о любви, она очень сложная сейчас. Потому что одни штампы. Ты вообще о чем-либо писать слушаешь. Но тем не менее, а почему не писать? Почему мы должны обязательно играть только? Или, не знаю. Вот, стихи о деревне. — Солнечко мое, солнечко солное. Грибков бы тебе еще баночку. Посиди, погляжу, Машенька. Схожу в погреб, принесу квашеный. Пойдем завтра пораньше к вырубке. Там малины, чай, бабы, ведрами. И лукошка возьмем белых-то. Вот какая ты стала, поди, узнай. А тут ходит Кузьма, спрашивает. Я ему стал быть в городе. Хорошо не забыл о нас, ладно что? Попей простоквашки еще. А вот о Питере. Дачи, их много, в Сосновом. За щучьим трасса. Перегоняют коньком, шагом мечтающего. Цепляют взгляд. Компания поддатая к Ахматовой. Лыжи громкие по шершавому к даче. И маколотцы и не иначе. Картошка с селедкой и водка. Ахметьев добавит молотка. Возле залива даст скульптурно. Недалеко от Санкт-Петербурга. Непонятно, что там дальше и как там дальше. Семью стихами не прокормить. Еще стихотворение хочу прочитать о Диме Валиане. Он просто эту книжку оформил. Некоторые рисунки ее. Это его рисунки. Он проиллюстрировал их. Вот. Сейчас я найду это стихотворение. Ему посвященное. Митя крутит стертые слова, разрывая оболочку смысла. Прочитаешь солнце и трава. Повернешь листок и звери числа. Митя бродит возле и вокруг. Прочитаешь Таня или Коля. Повернешь листок и видишь друг. Или воля, закорючек воля. Митя сядет на воздушный шар. Потеснит горбом седое небо. И уйдет. Культура слова вар. Словно вовсе не летал и не был. Но в кружении ночи, в час живой. Митина игра над головой. Переворачивал. У книжки здесь есть Боря Колымагин. А повернешь, кто такой Боря получается. Но стихи ведь существуют не только как стихи, а как может быть действительно и без стихов быть поэтом. В этом смысле есть какие-то прозаические тексты, которые на самом деле являются поэтическими текстами. На грани стиха и прозы. Я такие тексты сейчас прочитаю несколько. И они связаны с местом. Я выбрал для этого чтения Калининградскую область. И так и называется текст. Некий Никсберг. Обычный город. Коробки вдоль трамвайных путей и пыль. И лишь на окраине старые особнячки остались. Ходил, останавливался у присадников. Думал, а дальше что? Жениться бы на девушке из. И возникало всякое. Непонятно на этой новой советской зоне. По парку гуляли военные. И островерхий, и собор у входа. Конечно, закрытый. Напоминал, что душа отлетела от тела. Некий Никсберг. Парка. Прошло сто лет. Я отдыхаю в Зеленоградске. Я заехал с детьми, конечно, случайно, в этот окраинный парк. Кукольный театр по-прежнему оккупировал собор. Пенсионеры под небольшим навесом напротив старательно глотили домино. Военные, их стало гораздо меньше, гуляли. Я сел плотный, крепкий, уже не спешащий в ночную тьму на скамейку. По улице за оградой шли люди. Их ждали, как и везде, очереди огорода. А также близкий, обещанный синоптиками, экономистами ураган. На море я вспомнил город-курорт, маячит с утра до ночи военные корабли. И, кажется, стоит погромче затянуть походную песню. Шторма не будет. А вот Зеленоградск. О нем текст. Набор для туриста. Море, талона, трехразового питания и небольшая с низкими потолками комната с видом на. На узкой, продуваемой полосе косы в дюнах. Экскурсовод бубнит по заученному. Священник кольцевал птицей, был отлучен. Понятно. А потом исходить раз сто городок. Высмотреть и пересмотреть все закоулки. Сходить, почему бы нет, в баню. Знакомые с детских лет детали. Шайка с водой. В парилке. Поднимайся повыше. Русский или француз? Парятся мужички, не стыдясь, обнажая перед потомством детородные члены. В политику ударятся. Хором заголосят. Спину друг другу потрут. Позевают под душем. Часы, деньги в предбанник не положи. Сопрут. Подсказал один. Ясное дело, курорт. А в остальном по-советски. Радио по вечерам бубнит. За стеной до голоса, издерганные, усталые. А утром туда-сюда. Без всяких прорывов. Воскрили. И без историй тоже. Кожей живут. Воздухом. Витамином С. Кожа загар и прилипает. Без всяких этих вод. Только море. Оно накатывает и плачет. Русь-тройка катит столичных туристов. По променаду прогуливается отдыхающий с книжкой. Путевка. 256 рублей на одного человека. На море один одинешенек военный корабль. И ничего более. Кроме скуки. Текст написан в начале 90-х. А вот текст тоже о Калининграде. Но уже написан только что. Купальщица Германа Брахерта в Раушене. Купальщица прекрасна и вожделенна. Несмотря на отсутствие следов тонкой чувствительности и отстреленный нос. Советский солдат поупражнялся однажды в точности стрельбы на скульптуре. Нос чем-то подмазали и девушку оставили на променаде. Последняя немка в защищенном городке. Ее тело гибко. Грудь волнительная и широки бедра. Она в обозримом будущем хорошая мать и хозяйка. К тому же спортсменка. И не боится волн. Широкие волны напегают на песок. Высокие песчаные холмы сползают в море. Купальщица живет в Георгенцвальде. И идет среди новорусских строений домой. На повороте дороги у железнодорожного переезда еще сохранился домик ее жениха. Домик памяти. Купальщица не боится времени. Его волны. Она обходит изваяние красотки из ресторана. Легонько отталкивает обнаглевшего бизнесмена. И исчезает в черно-белых фотографиях довоенного Раушена. Аллас, Аллас, Аллас. Опять нужно немножко пояснить, что Аллас, Аллас, Аллас – это все-все-все. Это не только все в смысле весь мир, бытие. Но и все в нацистской идеологии фюрера Тагрылова. Все-все. Весь мир для немцев. То есть такое слово. Всеволод Некрасов, по-моему, нашел ему аналог – вода. Вода, 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 вода. Но если говорить о советском тренде моих текстов, вот я прочитаю несколько текстов оттуда, из советских времен. В храм на медне детей носили. Скользко поди. Потихонечку шли. Младшего над давно причастили. Старшим водица святой спили. Просворку съели. К кресту подошли. Ох, хорошо, лишь бы в школе не знали. Знают. Вот горе позавчера. Отца к начальству-то вызывали. Говорили, вишь, объясняли. А то, мол, с работы уйти пора. И учительница. Ах, я не знаю. Детей поставила. Давай ругать. О, инквизиции. Не понимаю. До трех часов ведь. Бог с ней какая. Ну, что ты, что ты, мать. Все ничего. Господь спасет. Пресвятая Дева по крови покроет. Святой Пантелеймон исцеление принесет. Вот. Такое еще стихотворение из тех времен. Утро плотное. Утро совсем. Цып-цып-цып прибегут. Им мало. Каша манная. Духота наступает и растет. Подберу слова. Плоть и смерть. Наколю дрова. На крылечки присяду. Да, сосед, то да сё. Кому нею? Палец вниз. Собираюсь. И не знаю ни утра, ни света. Беспокойства весеннего для. Я в вагоне сижу без сюжета. И глазею на девушек бля. А коллега подносит открытки. Всяких тварей купи не хочешь. Завяжу шнурок на ботинке. Потянусь и того поспишь. Да. Сейчас пост начинается. Вот как раз первая неделя поста. Чистый понедельник. Ты меня прости. Возьму веник. Подместим. Сегодня во мне совершалось движение. Похожее на вдевание нитки в иголку. С непременным промахиванием. Не туда. И опять возвращение. Пока не прошел в угольное ушко. И поспешил к вечерней. Из нечувствия. Ибо окаменело сердце мое. И не ради это спасение душа. Сохрани в ограде церкви твоей. От помышлений суетных отврати. И долгой бабушек пенья. Записочки поминальные за десять и за пятьдесят. Со средо точиво. Медо. Молитва душу питает. Да. Действительно. В стихах. Как бы они имеют. Вот. Вертикаль. Горизонталь. Горизонталь и вертикаль. Вот. Вертикальные интуиции. Так или иначе. Все равно. Каким-то образом. Соединяются со словом. А слово ну что. Псилтник раз правильно сказал. Объективно сильная речь. Тут вот. По-другому наверное и не скажешь. Если она каким-то образом есть. Цепляется за язык. Ну вот она и как-то живет. Вот. Вечер в деревне. Звезда послушную кобылкой. Глядела сумрачной опилкой. Труба раскинула дымы. Вторая смена шла забором. Помята избы косогором. И перетявкивались псы. Шоссе носилось притухая. Кузьмич пыхтел возле сарая. И на крыльце скучали мы. Вот. И. Может каких-то нескольких последних стихов. Прочитаю. Закрылись желтые страницы. Державы титульные разор. И ветер. И ястреб за границей. До самых потаенных нор. И отступаю в день нездешний. Продлить пытаюсь полотно. Сюжет пути и крик потешный. И утро синее окно. Но в тишине давно условной. Летит прощание. Прощай. И небо серостью просторной. И снег валит на слово май. Стихи о родине. Путем огня моя сторонка. На поле куликовым сил. Символика восстала звонко. И меч из ножен и могил. За мифом миф. В просторах серых. Лишь солнце выглянет на час. Святая сила. Армии белых. Сияй доспехами на нас. На вас. На вы. Непрявда к дону. И устоять не устоять. И ангелы восходят к трону. И в силе мышцы благодать. И у прощенного колодца. Они собрались и вокруг. Миф распустился словно солнце. И я, и ты, и он сам друг. Да. Есть разный способ чтения стихов. Артистическое. Танцевальное. Вот. А есть вот просто. Читаешь. Заикаешься. Но в этом чтении и заикания бывают. Может быть. И так они и живут эти стихи. А почему им не жить так? На краю одиночества. И полной невозможности ничего. За границей себя. Сам. За вертолетом и синевой. Тот вам Ася. Так сказали, что это переводится как. Тот и есть. Тот и есть. Тот вам Ася. Лежать, проветривая яйца. И наблюдать, как небо круг легко и просто превращается в змею. Она ползет и нету места от занавесок. С виду такой весь из себя. А случись что, не обопрешься. Все время на поверхности. Чиз улыбается. А внутрь не пускает. А может нет ничего у него внутри. Один Чиз. Это стихи из цикла отношения. Ультиматум. Пожил здесь на халяву. И хорош. Выметывайся. А он все крылышками, понимаешь, машет. Жук такой. Ой-ой-ой. Каконькоть захотелось. Хорошо, что в лесу в любом месте. Птица. Там-там-ау. Там-там-ау. До калги. Так и иду. Долгая беседа с собой. А не дураком. По отражению дерева перебегаю на ту сторону. На стыке болотца и леса между стихом и прозой. В хрустальный день. Редактор субтитров А.Голик. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok